запомните все что тут находится потому что в следующем кадре все изменилось кошка лежит не с краю а в центре белое пятно слева исчезла да и клубок справа куда-то делся ни за что не поверю что огромный кабан не издал ни одного звука подкравшись коту стекло лежащие на полу пропадает в следующем кадре почему сейчас клетка закрыта на замок если было открыто давайте разберем траекторию полета кота по моим данным он летел полукругом что невозможно эй кот а где твое кольцо которое ты демонстративно надел ну и какая магия держит этот кусочек мне жаль тех людей которых искалечил этот парень потому что ничего не видел в бар бьет сильный свет который присутствует даже здесь но затем он резко выключается странно у пухлого от полус хотя ножик его даже не задел зря очень зря вы разозлили кота не но это однозначно магия об этих бабах сложены легенды и гусы не несущие золотые яйца золотые яйца осторожно со мной такие штуки опасно я пол жизни еще эти бабы если он искал эти бабы пол жизни и должен знать про них все то почему так неистово удивляется я ведь не один понимаю что цепь которая свободно болтается ничем не поможет движение которое сделал код совсем не совпадает с выпавшей формой код поворачивается так что шпага сначала на свету но в следующем кадре в тени если много раз пересматривать эту сцену можно увидеть что метла самостоятельно летает над столом пока женщина стоит метре от него я не знаю что там висит но явно не то во что врезается код у женщины нет веера но только не в следующем кадре стоит ли мне говорить что это невозможно не грех но вопрос почему обычных котов глаза маленькие а у главных героев большие сцена забавная однако физика рыдает в уголочке вы вообще видели до и после это ж небо и земля заплатка существует только с одной стороны но вскоре заплатка пропадает также как и рваная нижняя часть оказывается кот умеет телепортироваться потому что это было слишком большое расстояние стоп в прошлом кадре код был в сапогах она не двигалась что за мистика с главными героями кот на заднем плане был но в другом месте поэтому вот так вот умение пускать солнечных зайчиков из тени это грех луна не такая большая в этой корзинке повезло что на мосту без перил она не выпала с края хотя перила были просто нет почему шалтай смотрит вверх если кот находится ниже масса обычного кота недостаточно чтобы повалить быка ну а здесь они что-то совсем переврали с луной просто запомните умение опускать солнечных зайчиков из тени это грех похоже что у джилл отсутствует боковое зрение ну а здесь она должна была обратить внимание на открытый люк я думаю что здесь обзавидовался бы даже сам копертфильд ну а здесь главные герои должны были превратиться в очень большую лепешку шляпа улетела и наверное потерялась а не дождетесь какой у тебя голос странный ну и как вы тогда дышите почему у вас не идет кровь из носа как бы там давление все такое не может быть окей хорошо вы нашли шампанское но где вы нашли веревку ну нос то у тебя свободный я думал они размером ближе к уриным если яйца гусыни настолько тяжелые то почему сейчас шалтай не ломается на две части да и почему в таком маленьком возрасте гусыни уже начинает нести яйца вроде бы летят близко к стеблю но потом почему-то далеко такой парашют дай бог одного то выдержит а вы тут вчетвером летите стебель падает рядом с жеком и джил хотя до этого на горизонте не было никаких растений я думала не размером ближе к уриным а я-то всю жизнь думал что гусыня может нести только одно яйцо в день кот лежит головой на бревне затем падает и лежит уже в другую сторону когда ты въезжаешь песчаную бурю ты не сможешь просто ехать и щуриться ты просто кашляшь от того что песок попадает тебе в легкие судя по тени солнце должно быть в арке но почему то совсем с другой стороны но это полный абсурд почему их тень повернута не в ту сторону просто бредовое представление потому что оно могло провалиться в любую минуту взять например момент когда они были в замке кот в любой момент мог увидеть что это не страш а мать гусыни и все конец да и сам твист бредовый потому что шалтай был не во всех местах но в баре у кошек получается что шалтай был в двух местах одновременно шалтай уже уходит но потом почему-то оказывается все на том же месте шпага упала рядом с котом но потом отодвинулась я был счастлив когда его убрали пока не понял что он украл мои волшебные бобы как он мог украсть их у тебя если когда ты попадаешь в тюрьму тебя все забирают либо у гусыни нет клюва либо она смотрит вниз я считаю что это невозможно гусыня находится на башне но за всю сцену примирения на так и не появилась оказывается коты с легкостью могут поднять человека ну как говорится чем тоньше веревка тем крепче она держит ну я думаю тут комментарии излишни у кошки пустые лапы хотя потом она откуда-то достает сапоги проказница под стать мне а